Доброго времени суток! В этом видео вы узнаете, как настроить и оптимизировать Windows 10 после установки. Начинаем с установки драйверов. Если же компьютер работает совсем плохо, можно приступить сначала к оптимизации, а потом установить драйвера. Ну а мы начнем с установки драйверов. Нам нужно скачать с офсайта все основные драйвера, а в первую очередь нужно ставить драйвера на чипсет и материнскую плату, затем на видеокарту и потом все остальные драйвера. Вот список. Вы видите сейчас на экране примерную последовательность, по которой я обычно ставлю. Например, если у вас ноутбук, то есть офсайт, где вы сможете скачать нужные для него драйвера. Просто нужно будет вбить его модель. Модель можно посмотреть сзади на ноутбуке, либо на крышке ноутбука. В общем, полностью вбиваем модель со всеми наименованиями. Не просто модель там Asus, как у меня, ноутбук Asus, а еще и то, какое у него наименование, потому что они же выпускают не один ноутбук. Соответственно, все это мы вбиваем и ищем драйвера. Не всегда они, конечно, есть, но тогда, если их нет, значит придется искать самостоятельно. После того, как мы все это установили, перезагрузили компьютер, получается минимум два раза, и после этого переступаем к настройке. Либо до этого переступаем к настройке и оптимизируем, после чего ставим драйвера, если совсем все плохо работает. Ладно. И теперь, что нам нужно сначала сделать? Нам нужно выключить для начала все эффекты, которые в Windows 10, да и в Windows 7 и в Windows 8 присутствуют. Мы заходим в параметры. Это делается через свойства компьютера, как один из самых простых вариантов. И выбираем пункт дополнительно. И тут мы выбираем пункт эффекты. Отключаем большую часть эффектов открытия, закрытия программ, эффекты, какие-то тени непонятные, зачем нам тени на экране, я не знаю. Но Microsoft считает, что это вам нужно, значит оно должно стоять по умолчанию. Но мы это все отключим. Также можно потом в настройках Windows 10 в пункте персонализация тоже отключить эффекты. Ладно, этот Windows 10, во всех остальных Windows вроде это не нужно делать. Так, и после этого, после этой настройки, отключения эффектов, сразу перейдем и настроим удаленный доступ. Отключим его вообще. Так как, если к нам никто не планируется подключаться с помощью этого удаленного доступа, зачем он нам вообще нужен? Выключаем его. Так и безопасность будет выше. Никто просто так не подключится, потому что у нас эта галочка отключена. Ну а вдруг какие-то вирусы. Ну, соответственно, это только плюс. И после этого, защиту системы. Вот. И можно создать резервную копию системы. Ну, для того, чтобы, если в случае чего, можно было бы откатить систему обратно. Если, конечно, все работает стабильно. Создаем на диск, только на диск C, потому что только там хранятся системные файлы основные. И я выделяю на него, как видите, 10%. И это примерно от 5 до 10 гигабайт. И после чего мы переходим в энергопотребление через панель. Задача. Нужно будет включить мелкие значки, чтобы его найти. Это делается справа в верхнем углу. После этого мы выбираем наш единственный режим, который у меня почему-то есть. Может быть больше. И нам нужно настроить высокопроизводительность на основные пункты. Процессор, видео, проигрывание, видео. В общем, все это нужно настроить на 100%. Чтобы не было, хотя бы при подключении зарядного устройства, все работало по максимуму. Чтобы компьютер не сидел в простое, когда нам это не требуется. В общем, это все настраиваем. Обязательно ставим активный режим охлаждения. Так как, если у нас будет пассивный режим, это, конечно, будет экономить электроэнергию аккумулятора, если у вас ноутбук. Но в большинстве случаев, я думаю, это не нужно. Пусть лучше будет активный. Кому же, если учесть, что активный режим, он тоже не всегда включается только при нагрузке, то лучше пусть он будет всегда. После чего, после настройки электропитания схемы, мы переходим к настройке дисков. А именно, отключаем индексирование файлов. Так как оно не нужно, особенно на SSD. На HHD диске я тоже его отключаю. Так как оно мне все равно не нужно, это нужно только для поиска, быстрого поиска файлов. Но я редко ищу файлы, потому что они у меня, в принципе, редко теряются. Вот. Так что, зачем мне эта пункция вообще нужна, и вам она тоже зачем нужна? Вот. И после этого еще можно зайти и оптимизировать диск. Если у вас SSD диск, можете просто пропустить этот пункт, но все равно туда зайдите и отключите вот эту оптимизацию дисков. Потому что на SSD диске она полностью не нужна. На скорость работы это не повлияет, а на срок службы диска это, конечно, повлияет. Так как у SSD диска срок службы меньше, чем у HHD диска. Именно из-за того, что происходит постоянная перезапись при дефримагентации. А на скорость работы его это никак не повлияет, потому что он и так достаточно быстрый. Вот. Поэтому отключаем. Я на HHD диске это тоже отключаю, чтобы лишний процесс не потреблял. Я лучше вручную, сам, когда мне нужно, оптимизирую диск. Я думаю, это понятно. После чего мы переходим к настройке. В общем, еще тут есть в свойствах диска очистить диск. Можно тоже сделать очистку. Если считаете, что у вас мало памяти. И после нее еще раз оптимизирую диск. Либо сделать очистку, а потом оптимизирую диск. Как делать очистку я не буду показывать. Там все просто. Ставите все галочки. Лучше с правами администратора. И очищаете. Думаю, там вопросов не возникнет. Так. И еще пару слов про установку Windows. Дело в том, что если вы ставите Windows 10 после другой операционной системы, то он будет стараться сохранить все файлы, которые у вас стоят на диске C. Допустим, если вы ставите на него новую систему. Соответственно, я рекомендую, просто рекомендую взять и форматнуть этот диск. Чтобы это сделать без потерь данных, все данные должны храниться, которые ваши личные, разумеется. И какие-то там программы, которые вам будет трудно установить повторно. На другом диске. Например, на диске D или E. Как вы его назвали, если он у вас был. Либо вообще на съемном диске. То есть, если вы будете переустанавливать, то лучше все данные перенести. Потом форматнуть диск, как при установке. Ну и если вы не будете сами это переустанавливать, то тот, кто вам будет это делать, наверное, тоже будет ему это понравиться. То, что у вас все данные лежат на каком-нибудь съемном диске, либо на отдельном диске. Потому что переустанавливать систему будет гораздо проще. И она лучше установится, будет лучше работать, потому что не будет переноса файлов, либо еще чего-нибудь. И утери файлов не будет, соответственно, тоже. И вам это так будет гораздо проще. Поэтому рекомендую вставить систему на два диска. Вот. Если вы это будете делать сами, то это тоже хорошо. Если у вас чистый диск, предположим. То нужно просто будет отформатировать диск. Ну, понятное дело, он там сам, по-моему, создаст все разделы. По-моему, Windows это может делать. Наконец-то я чистый диск ни разу не ставил. Но я думаю, там все тоже довольно просто. Также у меня есть в ссылках под видео информация о том. У меня есть видео на тему того, как создать новый диск в Windows 10. То есть, если вы будете ставить, я, например, выделил под Windows 70 гигабайт. И мне вполне хватило. Вы это можете наблюдать. Вот. И на этом я заканчиваю свое видео. Также не забудьте подписаться на мой канал. Поставить лайк. Это поможет распространяться моим видео по сети YouTube. И вообще по интернету. И больше людей сможет правильно настроить Windows. Конечно, я думаю, другие блогеры тоже хорошо могут объяснить вам, как его настроить. Подписывайтесь и загляните в ссылочки. Там есть ссылки на мои сообщества. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok